Мы начнем на эту пьесу, начнем на Ночь искусственную, вот такую пьесу. У этой акции Ночь искусств есть, скажем так, тема, искусства, которое нас объединяет. С одной стороны, как бы немножко парадоциально, есть как бы пьеса про убийственных царя, а с другой стороны, вот все мы знаем Москву по книгам Кубертовых, Петербург по настоящему, а Екатеринбург, он мало обжит литературно, а здесь, вот в этой пьесе звучат прямо географические точки. То есть можно фактически прийти, пощупать вот этот дом, ну, если он запринялся, конечно. Потом, то, что все вот эти события, они происходили буквально через дорогу от нас, от нашего театра. Это ближайший театр к месту событий. Вот поэтому мы и решили вот взять вот такую пьесу. Собственно говоря, я думаю, то, что нам сейчас Александр Анатольевич расскажет поподробнее, как он работал, почему он взял такую тему. Если у вас возникнут вопросы, задавайтесь, не стесняйтесь. Можно и актеру задать вопросы, и автору, который, в общем-то, является еще и режиссером. И сразу скажите название – «Я убил царя». На самом деле я, конечно, еще приготовился к кренчеванию. Потому что тема очень простая, и я, в общем, готов к разговору. Готов к разговору. Чего бы я хотел сказать, начинать свое выступление. Для меня очень важно, именно как для драматурга, который уже много лет работает в театре, что это происходит в 100 метрах от всего места. Есть еще один момент. Эта пьеса посвящена, пьеса посвящается жителям родного города. До сих пор я не могу отойти до материала, потому что я действительно долго изучал, готовился, читал все, что возможно было, прочитал. Понимаете, есть такая социальная группа, где… Меня слышно, да? Те публикуют старые фотографии Екатеринбурга, открытки. Вот почему-то мы воспринимаем, готовы воспринимать только вот прошлое в таком каком-то глянцевом виде. А, вы знаете, первый раз, когда попал за границу, я был удивлен, потому что… Ну, как вы удивлены? Ну, правда. Первый же вопрос – Катеринбург социировался с этим местом, да? Даже не с местом, а вот с этим чудовищным преступлением. И это… Вообще, скажем, да, вот у меня 49 лет, и это шло через всю мою жизнь. Конечно же, после нас, скажем, мой брат ходил в детский сад, который там был одновременно, в Пакетском доме. И были люди, и есть, скажем, такое понятие, как народная память. Вот один очень известный писатель, он у нас на Урале, тоже эту историю рассказывал со своей стороны, со стороны сиделки, которая там была полы. Конечно же, эта пьеса написана пост, я хочу сразу вам объяснить, пост документальном жанре. То есть есть документальный театр, да, который берет кальку, один в один кальку с реальности, и есть пост документальный театр. Скажем, чтобы для удобства понятия, понимания, я хотел бы сказать, ну вот привести пример Юрия Танянова. Наверное, все читали его произведения, или почти все, скажем, роман Кюхля, да, Капельбекери. И он замечательно, совершенно точно говорил, он рано в свою жизнь, он говорил о том, он сформулировал свою творчество следующим образом. Там, где замолкает история, начинаю рассказывать, начинаю говорить. Вот, смотрите, да, используя, да, наработанные материалы из Соколова, до этого Сергеев и Фонометкин занимались этим, мы же что имеем? Мы имеем два-три абзаца, это очень все скупо, а за этими абзацами масса выдали. И это, вот знаете, такая реконструкция, конечно, она может быть удачной или неудачной. Главная задача театра, вообще, в принципе, театра, это заставить, испытывать зрительную эмоцию, эмоцию. Моя задача была следующая, мы стали забывать об этой истории, стали забывать, и это очень неправильно. Конечно, есть люди, десятки, какие-то 0,5%, которые помнят об этом, но масса подавляющих горожан в этом забывает, забывает. Да, да. И то, что пьеса посвящена горожанам нашим замечательным, которых я очень люблю, я люблю свой город, действительно. И вот то, что про гения случилось, почему-то именно здесь, не в Лос-Анджелесе, не в Петербурге, именно здесь. Это о многом, знаете, вот, скажем, расскажем, один из первых моментов в моей жизни, когда я захотел эту историю каким-то образом высказаться, да, об этой истории рассказать, свой собственный взгляд, это когда много лет назад, мне было 23 года, до первой фестиваль «Победа плейсбу», и вот набилось огромное количество в учебном театре, ввел вот это мероприятие «Николай Кагара» в «Бабочке» в «Смухинге» с Романом Биктюком. И вот Роман Биктюк, представитель населения студентов, говорит, «Вы понимаете, что вы все в этом городе ответственны за это преступление? Ты, 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 все вы!» И мы возмутились, вот прямо здесь, а мы-то при чем? И вот это, да, какой-то странный парадокс, он так и не остался. С одной стороны, конечно же, я виноват и не виноват, это очень похоже на немецкую историю, я помню, под Мюнхеном тоже разговаривал с короневкой, конечно, нет такого понятия коллективной виды, но с другой стороны, если это физика места, и так или иначе, все наши земляки, которые достигли успеха, они в общем спорятся в огромном том, что и люди здесь не улыбаются, и все-таки авра такая очень сложная. И чтобы избавиться от этого, мне кажется, нужно говорить, говорить вот это чувство, конечно, коллективная вина, это мой прапрадед здесь находился в восемнадцатом году, и в удивительном, передавали у нас через семью его слова, воспоминания, вот они слышали выстрелы, они спали, и вот когда мне рассказывали ребенку эту историю, а после ребенка 5 лет ребенок говорит, почему дедушка не побежал их спасать? А в общем он говорит, так зачем? Зачем это надо? Ну это совсем другое. Когда я стал заниматься этим материалом, я, конечно же, был шокирован. Я догадывался, я понимал, что это так, но насколько Романов и его семья были невероятно непопулярны. И наступил момент в восемнадцатом году, когда просто они были безразличны все. Если мы вспомним строки Цветаева, которые давно она посвятила Николаю Романову, это, конечно, все это ужасно. То есть такое всеобщее российское безумие, а все же циклично, все повторяется, но очень не хотелось бы. Потому что люди, которые у власти, они очень часто не думают о том, что очень может все закончиться не так, как они себе представляют. Это касается всех людей, тех, кто у власти. Потому что вот этот однородный гнев, какой-то серебрость, а потом безороличие, это все, конечно же, всеобщее измерение приходит. И здесь, конечно же, реагировать на это необходимо и художникам, и людям заниматься театром. Скажем, мой опыт, переживаемый этой истории, он очень такой противоречимый, связанный с тем, скажем, ну вот записка Ивровского, там можно детали обсуждать, и вот я все-таки прихожу сейчас к пониманию, что… И, видимо, дело в том, что… Я не верю в существование этой записки. Скажем, что я не провоцирую вас на дискуссию, но… Это все, понимаете, у каждого из людей, кто свидетельствует… Даже не моей пенсии, не моей пенсии. Совершенно разные трактовки. Вот как они придумывали в дальнейшем 30-е годы дела промпартии и так далее, совершенно фантастичные сцены испанцев. Точно так же, я вот не верю показаниям этим всем. Юрокство и так далее. Эта история связана прямо с метафизикой, конечно. С метафизикой жизни конкретных людей. И вот мы здесь находимся в 100 метрах. К состраданию, к оприциальному равнодушию. Вот такое вот. Как же хотел вам сказать, в первую очередь. Вот я начал говорить, если мне сказал что-то… Да.